Доброго времени суток, друзья! С вами снова я, Иван Сусанин, и я все-таки добрался до Тиарарии, которую собрался сделать уже давным, давно. Случайно генерируемый мир, который только что посетил меня сюда, это просто прикольно оказалось, потому что я оказался на маленьком островке, на котором я построю, думаю, дом. Построю дом, и довольно сложно будет и зомбакам, и слизням проходить сюда. Я сделаю стены сразу же, чтобы на ночь защитить себя. Ну, может быть, надо сделать потолок еще для того, чтобы все-таки первым делом от летающих глазов. Да, я знаю игру достаточно для новичка таким способом. Я попытался первый раз создать сервер эксперта, но, блин, слишком сложно для меня, я еще не такой эксперт, чтобы играть в эту игру. Первоначальный мой уровень не такой подготовленный. Так что давайте сейчас начнем в обычную Тиарарию играть. Я создал специально сервер, чтобы можно было потом впоследствии играть с кем-то из вас, чтобы мне не остаться в Тиарарии одному, потому что в одного все-таки, наверное, будет не так весело играть. Может быть, кто-то будет мне по этой игре подсказывать какие-то особенности, какие-то возможности по мере игры. Я не хочу, конечно же, это получить сразу, то есть все знания, а со временем, когда... Так, это что у нас, земля? Почему он не ставит сюда? Вот. Не хватает землячки. Я думаю, пол нужно сделать будет все-таки деревянным. Ну, как-то уж больно... Больно уж как-то не очень. Так, а что у меня тут есть? Это был эскейп. Во! Вот так вот, да? Чтобы сделать стены, нужно поставить их просто вот сюда. Так. Сейчас попробую я сделать это. Вот здесь у меня будет вот так вот стена. Потом я сделаю здесь дверь, чтобы можно было проходить. И, может быть, мост или что-то типа того, чтобы три противника рядом. Они вот тут вот находятся, да? То есть не так страшны они мне. Дом делаем большой или нет, я что-то не знаю. Слишком большой, у меня не размастится огород. Можно будет здесь еще сделать огород, типа того. Так что, может быть, домик вот до сюда сделаем, да? Мне кажется, будет нормально. Пойдет вверх и вниз, может быть, да? Типа подвальных помещений, типа того чего-то будет. Ладно, посмотрим. Посмотрим, как у нас что будет происходить. Так, дерева у меня должно хватить, да? Да-да-да. Должно хватить дерева, чтобы я таки построил потолочек. Подожди. Вот неудобно тут немножко. Ну-ка, вот так вот сделаем. Так вот. Так будет более наглядно и хорошо. Так, подожди. А, дерево, которое поставишь, значит, уже нельзя разрубать при помощи... Топора. Его нужно рубить и колбасить при помощи... Опа, это я не то поставил. Рубить и колбасить при помощи кирки. Защитим себя, по крайней мере, на какое-то время. Ну, хотя игра довольно простая, потому что я в обычную террарию играю, я не играю в игру эксперт. Это в эксперте было бы достаточно сложно. Но когда я начал играть в эксперт, то просто целые толпы начали приходить слизни. Потом ночью появились зомби и просто жутко меня убивали все. Так что я решил, надо немножко поменять обстановку и обстоятельства. Ладно. Первый заход наш именно такой. Сейчас мы здесь начнем строить уже наш дом. Такой пока одноэтажный, что ли. Так, вот это лишнее у нас будет. Все. Здесь как бы не очень страшно. Сейчас страха никакого не будет. Здесь у меня есть уже стены, которые помогут полноценно поставить этот дом. Сейчас освоимся в игре, а потом уже будем играть, наверное, более-менее нормально. Потому что я, на самом деле, играл не так много в эту игру. Кстати, игра 1.3.0.8, стимовская версия, с русификатором, который я тоже поставил после этого не так давно. 1.4.4.5, тоже стимовский русификатор. Так что... Да что ж так плохо-то строится. Не могу прям... Не хватает у меня выроста до этого. Я думаю, пол сделаем каменный будет, нормальный, или деревянный. Ну, скорее всего, каменный лучше будет. Более красиво будет смотреться, мне кажется. Так, а вот эти вот, они ведь рушатся только кувалдой, да, по-моему? Вот эти вот стены. Если я не ошибаюсь, по-моему, да. Пока не очень быстро начнем, вы видите, какой у меня персонаж у нас. Персонаж такой красивый, в желтой рубашке, в красной курточке, в темных штанах и с бородой. Самое главное, с бородой. Так, добрый персонаж. И знаете, как его зовут? Его зовут Иванко. Теперь у нас есть Иванко, который будет сейчас показывать вам свою жизнь, как он обитает на этих островах. И вообще, что это за территория какая-то? Это, наверное, все-таки земля, да? Так, что это он говорит? Кстати, надо пообщаться с гидом, я не знаю, что он. Говорят, что существует человек, рассказывающий, как выжить на этой земле. Стоп, это же я. А, вот это он как раз и есть помощник, да? Создание. Ты можешь мне помочь в создании? Он мне рассказывает, да, что нужно делать? Насколько я понял, по крайней мере, так. Так, а помощь, ты можешь мне помочь? Под землей есть кристальные сердца, которые могут увеличить твое максимальное здоровье. Ты можешь добывать их киркой. Есть много различных способов заселить людей в свой городок. Для начала им понадобится жилье. Ну вот, я примерно вот жилье сделал. В этом жилье, насколько я помню, нужно еще кое-что сделать. Так, чтобы житель мог заселиться в новую комнату, в ней должен быть как минимум дверь, стол со стулом и источник света. Также убедись, в комнате есть стены. Отлично. Вот так и будем делать. Так, для начала тогда давайте сделаем источник света. Вот здесь. И здесь. Чуть повыше. И будем сейчас заселять кого-нибудь сюда. Так, надо сделать верстак первым делом. Верстак, 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 верстак. Как делать верстак? Верстак делается вот так. Я могу делать звезда в банке, можно разместить звездочки, по-моему, упавшая звезда, боеприпас, материал. Исчезает с первыми лучами солнца. Понятно. То есть она появляется ночью, падает с неба, и она лежит до тех пор, пока не придет солнце. Это я тоже помню. Так, верстак. Верстачок поставим, ну, вот сюда вот, для начала. Теперь я уже могу делать что-то больше. О, могу сделать двери. Давайте сделаем две двери сразу. Белки тонут прямо там. Кстати, карта тоже нужна будет. Продолжим наше строительство. Так. Дверь, дверь ставится, наверное, из двух, да? Или из трех. Вот так вот, скорее всего. О, теперь у нас что-то похожее на дом. Вечереет, смотрите. Становится уже темно. Интересно, а монстры ночью пробивают стены или нет? Они сюда и не попадут, потому что у меня здесь просто офигительный мир создался. Я просто даже не предполагал, что он так классно может создаться мне. В том смысле, что на таких островах я даже не видывал ни разу, чтобы на таких островах создавался дом. Я сделаю дом здесь. Потом для города я... Ты зачем открываешь дверь? Блин, это опасно. Если он начнет открывать дверь, это будет что-то ужасное. Так, давайте сделаем комнату для начала. Это будет первым нашим сегодняшним заданием. Не выходи туда. Первым заданием поставим сундук. Конечно же, в нашей комнате, чтобы мало ли вещи можно было помещать. Это что? Быстрый радар, классная штука. По всей вероятности я его нашел. Я его использовал, что ли? А, я его поставил, да? Отлично. Теперь быстрый радар мне может помогать. Вот, вот этим вот образом. Он показывает, что рядом со мной находятся 4 противника. Я даже знаю, где. Вот они здесь. Карту. Блин, я на таб почему-то все время нажимаю. Привычка дурацкая. Может быть, надо убрать карту в другое место, потому что... Таб. Надо будет перенастроить игру. Ну, я имею в виду настройки клавиш. Чтобы сделать все по делу. Так. Сейчас нам нужно создать. Создать нам нужно стул и кровать. Стул поместим вот сюда, допустим. А, стол. Не кровать, стол. Стол, 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 стол. Вот он, стол, да? Все, наверное, да? Теперь дом готов? Или кровать еще нужна? Расскажи мне. Расскажи мне, гид. Два человека не могут жить в одной комнате. Кроме того, если комнаты будут разрушены, они будут искать себе новое место. Ты можешь использовать интерфейс заселения, чтобы назначить и посмотреть жилье. Открой инвентарь и нажми на значке дома. Так, давайте попробуем. Дома. Гид. Можно поселим сюда гида? Для начала. Открыто достижение. Это жилье уже занято. О, все. Короче, я поселил здесь гида. Пускай он здесь живет. Класс. Короче, первый дом создан. А как сделать кровать, чтобы... Можно же как-то... А, надо, наверное, какие-то шкуры или что-то типа того, чтобы в этом доме... Ладно. Быть. Хорошо. Раз этот человечек у нас живет здесь... Режим камеры. А зачем режим камеры? Я это пока еще не знаю. Для чего этот режим камеры нужен? Соберемся потом. Так, я могу создать жилье на наковальне. И, по-моему, пора... Пора бы. Открыто достижение. То есть я начинаю открывать потихонечку достижение. Так что соберемся со временем. Я даже могу уже строить кое-что. Больше, да? Тяжелый верстак. Можно разместить, использовать для продвинутого создания предмета. Ого. Нифига себе, как давно я не играл в эту игру. Круто. Я могу создавать целую кучу всяких всякостей. Всяких всякостей. Тяжелый верстак. У меня не хватит, да? Сколько у меня... В принципе, у меня есть железные слитки. Так что давайте... Класс! Надо все-таки, наверное, все это делать для начала комнату. Для того, чтобы проместить еще более тяжелый верстак. Давайте, может быть, вниз прорубим. Все равно надо будет здесь делать своего рода подвал. Или как его можно назвать? Наверное, все-таки... Так. Опять нажимаю на таб. Что за дурацкая привычка нажимать на таб? Надо на эскейп нажимать-то. У меня еще один верстак есть. Я что, два верстака наделал себе? Это что такое? Рассекающий эглет. Можно надеть. Давайте наденем его. Класс. Теперь у меня уже две вещи. Это что такое? Юркие кандалы. Можно надеть. Защищает. То есть я нашел какие-то... Очень... Вот звезда где-то летит. Я ее слышу сейчас. Потому что можете ее слышать. Так. Надо кое-что сделать. Сейчас будет... Вот. Деревянная платформа, да? Давайте в платформу разместим. Для начала. Мне она нужна, чтобы... Между... Этажами... Была возможность... Он прыгать не может. Блин. Надо пониже немножко сделать. Для этого нам нужна земля, опять же. Да что же за дурацкая такая у меня привычка. Нажимать на эскейпе раньше времени. Земля. Вот она. Вот сюда вот пока поместим ее. Так. Повыше надо будет разместить землю, чтобы потом можно было запрыгивать на этаж. Вот так вот. Вот так будет красиво. Вот. Вот. Сейчас могу уже запрыгивать наверх. И вот здесь сделаем, может быть, вторую комнату. Я говорю, что лучше всего сделать, наверное, все-таки каменное все это сооружение. Здесь, кстати, надо будет повыше тоже сделать. Пониже. Ой. Я оставлю не то опять. Что я сделал? Мне нужен камень. Земля. Мне нужна земля, наоборот. Так вот. Так. Из Ка каменные стены могут быть или нет? На самом деле я еще пока не знаю. Не помню. Не знаю. Потому что я давно не играл в эту игру. И мои знания как бы стали достаточно скудными. Так. Я сделать могу из вот этой квартирки. Земляной. Просто с дверьми. Со стулом и стулом. Комнату. Хочется попробовать. Сейчас я попробую. Можно ли она будет размещена именно как комната. Для начала попробуем сейчас осуществить это. Вот. Тоже такая маленькая. Но я расширю ее потом. Просто хочу попробовать для начала. Так. Подходим к верстаку. Делаем дверь. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ по этажам давайте тогда будем работать по этажам платформа будет здесь а мы пойдем дальше работать ниже сейчас главное бы не утонуть где нибудь там не нарваться на водяную преграду что я я живу на острове сами понимаете да но это не я гид живет я как бы пока еще бездомный я пока бомжую так расстояние сколько же все таки расстояние могу еще платформы делали последние так секунду 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 платформа будет наверное где то здесь нормально да давайте попробуем повыше надо было наверное хотя нет наверное нормально вот так вот хорошо водит третий уровень платформа поставим здесь вот так вот так последний у нас участок я думаю что в подъезде вот это будет типа подъезда у меня что ли не знаю даже как это обозвать надо наверное тоже наставить фонарей пока фонари есть вот один фонарь вот второй фонарь так вот вот третий фонарь вот так вот освещение офигительное стало так что я еще могу готовить звезда в банке вот не знаю только зачем она нужна звезда в банке я знаю что когда боеприпас он еще я не знаю короче пока не знаю точно для чего нужна вот эта звезда когда их много по моему 10 штук надо она помогает создать синюю звезду да по моему так утверждать точно не буду но я примерно представляю как это все происходит так давайте свой сундук положим то что пока нам не нужно ого зелье света можно израсходовать использую ауру света 5 минут так убираем пока зелье возврата можно израсходовать телепортирует вас домой прикольная штука пускай будет банка у меня пока лаборатории нет так что пока поставим здесь сурикены урон наносит я как бы пока наверное не буду его размещать тоже я хотел оставлю здесь хотел разместить вот этот верстак тяжелый верстак с помощью него тоже можно что-то делать я просто вот в эту комнату которую я настраиваю я и хотел его пока поместить потом он тебе перемещу его в другое место ух ты он высокий так и че он мне даст как бы ну пока ничего я не могу строить потому что у меня материала нет тем не менее переживем первую ночь это как бы не очень страшно было видите зомби вообще сюда попасть не могут меня вот это радует что этот мир сгенерировался как раз именно я наверх подняться не могу сгенерировался у меня именно здесь да что ж такое то надо будет обязательно перестроить клавишу чтобы было проще мне в следующий раз так вот сюда вот так вот сейчас поднимусь вот так вот так а вот эти стены я не могу да разрушать пока к сожалению да так открыть достижение короче я пережил ночь и еще одно достижение открыл первая ночь пережита меня это радует не очень большую я сделаю серию сейчас ну потому что это пробная серия я буду просто пока осваиваться давно не играл и вот это че он там говорит можно было сначала поиграть перед тем как зайти в игру но я решил что взять все сразу быка за рога за рога за рога за рога так здесь можно будет построить мост но это сделаем потом со временем не будем торопиться с этим делом так сюда мне не перейти надо будет все таки по крайней мере пока из земли из земли сделать переход платформу чтобы можно было перевернуть туда потому что я отсюда пока у меня и лодочки нету никакой чтобы перебраться отсюда и вообще ничего нету такого чтобы отсюда выйти в мир а хотя с другой стороны можно в мир выйти по подземным проходам тоже как вариант довольно неплохо я думаю что сейчас дождемся утра уже окончательно и можно будет вот видите уже не не долетает уже не долетает сюда вот надо поставить было такое вот расстояние должно быть отлично просто дерево ограниченное количество всего ничего вот тут вот озеро вот досюда так что сейчас я могу вполне легко пройти и там где-нибудь создать выход себе но этот выход может быть опасен по той простой причине потому что через него могут проходить разные гады и уроды в наш мир проникать так сказать темно в темноте не хочется быть ладно сделаем выход но как бы выход сделаем так чтобы пройти через него было невозможно потому что то есть я поставлю землю чтобы никто ее не пробил на выходе а сам буду использовать этот выход только в качестве выхода моего с острова на территорию всего мира ладно разберемся со временем разберемся посмотрим как и что тут происходит игра явно специфическая игра интересная в этом нет никакого сомнения о класс камень пошел вот камень не очень нужно сейчас я из него хочу сделать пол сейчас я займусь наверное этим самым делом добыча камня идет и руды ну руда то вон там наверное вот эта руда скорее всего утверждать точно не буду мне кажется так оно добудем камушков для того чтобы мне нужен пол не мне даже не мне а гиду который живет у меня в моем будущем городе посмотрим так в том направлении тут везде озеро смотрите блин если я вот тут прорублю оно все вся вода хлынет вниз это как бы не есть хорошо что будем смотреть я вот как то первоначально как то немножко растерянно себя веду потому что ну действительно игра обновилась и я позабыл абсолютно все что я тут в этой игре когда бы то ни было видел и делал давайте построим пол и на этом первая сегодняшняя наша серия будет закончена сегодня мы сделали славное дело пережили ночь ну в принципе тут пережить ночь было не так уж и сложно все оказалось намного проще так вот земля да так по проходу по проходу если бы сейчас знать как генерируются монстры откуда они приходят я этого еще пока не знаю может быть они приходят из темноты как в майнкрафте может быть нет я сказать это точно вам не могу потому что сам не знаю вы наверное лучше меня можете знать это вот если они приходят из темноты то лучше везде сделать свет подземное копание нужно будет пока заниматься именно этим делом так ну я думаю что хватит пока камней давайте застроим то что у нас тут было что я тут разрыл неуместно так вот получается пока все хорошо идет так вот здесь вот делаем каменный два слоя да так дерево воу 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 вот это я сделал зря сейчас сейчас я поставлю камень обратно так чтобы она мне водой так подожди куда воу ко мне в гости это первый враг который тут на меня нападает да гид мне помог между прочим гид мне помог так поставим дверь а здесь как бы землей 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 восстановим вот это все так это же наш остров да можно через дверь ну ладно откроем на всякие пожарные дверь так вот пускай водит а почему вот тут не ставится не понял я а во поставил вот так вот хотя так многовато наверно будет поближе никак нельзя ага слизь я сквозь дверь убивать не могу я то надеялся что это все возможно хорошо теперь слизь ко мне не пробираться ни в коем случае пускай тонет где-нибудь там эй ты куда пошел ты зачем открыл дверь придурок блин гид глупый гид так вот тут вот земля вот так вот вот все пог теперь дом как дом эх хэ хэ на этом я думаю мы будем сегодня прощаться встретимся в новых сериях и разберемся уже более подробно подписывайтесь на канал ставьте свои лайки пишите не забывайте комментарии меня начинающего Иванко всегда вам доброго ребят пока пока